Как получить пенсию, если выходить из дома нельзя? Карагандинская общественница Галина Пак столкнулась с проблемой при получении денег. По ее мнению, механизм их выдачи в условиях карантина до конца не отработан. Подробности у Ирины Вобещевич. Дается указание на улице не появляться. Мы с удовольствием хотим сидеть дома. Но мы дома будем сидеть до тех пор, пока у нас будут выполнены все условия для жизни. Сидеть дома без еды никто не будет. Голод гонит нас на улицу. У пенсионеров начался период получения пенсии. Нужно идти в банки уже этим, подвергать свое здоровье и других опасностей. Внутрь зданий впускают ограниченное число людей. Остальные выжидают на улице. На протяжении двух недель я выходила через интернет с данным обращением к нашим властям, чтобы разрешили вопрос о выдаче пенсии в этот период сложный. В правительстве для граждан посоветовали открывать пластиковые карты, на которые пенсионерам могут перечислять наличность. У нее механизм остался прежний. Если она хочет получить, пожалуйста, если у нее есть пластиковая карта, она может получить в любом банкомате. Если у нее нет пластиковой карты, она к какому банку или к почте прикреплена, она, пожалуйста, на банке у нас режим работы сейчас сокращен, правда, до 4 часов, но, пожалуйста, банк запускает людей также определенными партиями, чтобы не было растопотворения, и получить свою пенсию. Я еще раз говорю, выплата пенсии пособий идет строго по графику. В банке ответили то же самое. Карточки в режиме карантина – лучший выход. Их уже начали оформлять дистанционно. На сегодняшний день банкам проводится обзвон пенсионеров с предложением открыть карточку к их текущему счету с доставкой на дом карточки, чтобы пенсионер, в случае, если у него есть сложности обратиться в отделение, могли обслужиться в магазинах, либо в банкомате, где для них будет более безопасно. Однако, по мнению Галины Сергеевны, это не спасает ситуацию. С этой карточкой я должна обратиться опять за пенсией. Нам нужны натуральные деньги. В магазинах я появляться не должна по распоряжению областного акимата. Если нельзя выходить из дома, а дисциплинированные пенсионеры так и поступают, то наличности не будет. Именно наличку они передают волонтерам, чтобы те принесли с магазина продукты. К примеру, в Алма-Ате все эти вопросы учли. И еще в марте позаботились о пожилых гражданах. Уже около 30 тысяч человек начали получать пенсии на дому. В нашем городе о такой услуге пока разговора нет. Ирина Вобещевич, Рустам Бараев, Наталья Зайц, 5 канал.